Я вообще сектор на самом деле и с интерфейсами имею очень мало общего и редко приходится их писать и разрабатывать. И джаваскрипты я не знаю настолько, чтобы разрабатывать интерфейсы, потому что в основном занимаюсь сервер-сайтом. Но юзабилити интерфейсов меня очень сильно беспокоит. И есть одна такая техника, которую я знаю, использовал на предыдущих проектах, на текущем проекте в DataArts. Я хочу с ней с вами сегодня поделиться. Возможно, она кому-то покажется очевидной, кому-то не новой. Просто пройдемся по шагам, посмотрите, что она дает. Значит, что сегодня будет? Сегодня мы сначала обсудим то, с какой проблемой мы вообще занимаемся и зачем мы этим занимаемся. Дальше мы поговорим о том, почему это в принципе может работать лучше, чем стандартные способы, которыми вы занимаетесь. Дальше немножко поиграем. У нас будет некоторая практика. Я расскажу вам про правила игры. И это будет такой некий мастер-класс. Вы что-то поделаете друг другу. Попоказывайте. Получите от этого удовольствие, надеюсь. А дальше мы подведем выводы. Кто не знает о такую картинку? Жизнь. Очень жизненная. Я не буду останавливаться на каждом слайде. Мы видим трансформацию каких-то ожиданий заказчика в то, как оно проходит сквозь этапы разработки, как это продается заказчику, как он это воспринимает, что мы при этом, как мы сопровождаем продукт и какой счет мы выставляем заказчику. А на самом-то деле заказчик хотел очень простую вещь, как обычно. Просто он не смог вам этого объяснить, а вы не смогли понять. В этом нет нищей вины. Тут такова жизнь. Все мы живем в своих собственных иллюзиях. Всех своя собственная виртуальная. Как же это происходит? Назад. Для того, чтобы обычно, да, стандартные, которые там в сортинге, в продуктовых компаниях происходят, это мы берем заказчика, едем к нему, каким-то образом конспектируем, что он говорит, задаем ему вопрос, и говорим, отдавай-ка нам требования. Мы будем с этими требованиями работать. И потом под эти требования мы будем делать себе продукт. А если у нас какой-нибудь agile, то мы там будем как-то итеративно показывать ему какие-то варианты, но все равно будет там двухнедельная задержка в лучшем случае. Я редко видел команды, у которых однонедельная итерация в agile, а обычно две недели все стараются выдерживать. И это, наверное, лучший вариант, который приходилось встречать, что через две недели заказчик понимает, что это что-то совсем не то, что он хотел, и приходится откатываться назад, что-то переделывать, какие-то новые усилия к этому прикладывать. В итоге у нас есть какой-то талмуд, так или иначе собранной документацией, которая претерпевает различные изменения, и мы ей общаемся, обмениваемся, либо у нас есть какие-то skype-slag-чаты, какие-то у нас… Хорошо, если у нас есть конфлюенс, это вообще шедеврально. На последних проектах, в которых мне приходилось работать, там были конфлюенсовские вики, всем очень рекомендую, очень сильно спасает, хранить документы, очень мне нравится. Это в лучшем случае. Хуже бывает, когда у нас вот такой стек продуктов, там какой-нибудь известной компании одной, оно сначала там где-то в нашем тормозном skype оседает, где-то в почте кусками висит, что-то есть, там в этом огромном макаронном монстре как бы ширипойнте остается. В общем, это, если честно, это все не работает. Или работает достаточно плохо и требует достаточно серьезной настройки. Вот для того, чтобы это поменять, надо поменять как-то фундаментально, надо по-другому начать это делать, чтобы информацию по-другому собирать, чтобы затрагивать какие-то другие человеческие качества, которые помогают качественнее и быстрее и точнее все собирать. Для этого нам поможет… Есть кто-то, кто знаком с НЛП? О, молодцы, какие! Ну, в целом вы должны понимать, да, что есть вот четыре вида людей, так или иначе их разделяют, да? Что есть те, кто любят чувствовать и предпочитают ощущать наш окружающий мир. Есть те, кто наблюдают и видят. Эти же люди, они даже на самом деле используют соответствующие слова в своей речи. Визуал всегда говорит, я вижу, посмотри, пойдем посмотрим. Кинестетик, а давай попробуем, дайте я там что-то сделаю, посмотри, какое оно там вкусное и так далее. Аудиал, естественно, обращает внимание исключительно на звуки, в то время как последний компонент, последняя часть, дигитал, он склонен к размышлениям и каким-то аналитическим выводам. И статистически оно делится вот так, среди 7 миллиардов нас, которые здесь живут. Где-то по 10% дигиталов и аудиалов и 80% это киноэстетики и визуалы, при этом визуалов 30, киноэстетиков 50. То есть больше половины присутствующих здесь любят что-нибудь трогать, мять обязательно, как бы им надо обязательно тыкать куда-нибудь. Эти любят прикосновения, они все это любят. 50% из вас это любят, не отвертитесь. Остальные 30 любят смотреть. Как другие трогают, наверное, я не знаю. И что получается? Получается, что когда мы работаем с вами с документами, и общаемся с кем-то по скайпу, по телефону звоним, письмо ему пишем, мы обращаем внимание на вот эту маленькую долю всего, на 20% людей. То есть только 20% людей способны понять, о чем мы им хотим вообще сказать. Они в принципе на самом деле, если они относятся к этой части, к большой, они часто просто вас не понимают. Ну и вы не будете понимать, если вам будут просто что-то каким-то образом по скайпу, без картинок как-то объяснять, это очень тяжело. Я не отношусь к идеалам, не к дигиталам. Мне понять, когда мне что-то по скайпу, какой-то документ читают, или задачу какую-нибудь, неважно что, это очень тяжело. Приходится по нескольку раз это делать, много времени уходит. Соответственно, что мы попытаемся сегодня сделать? Мы сегодня попытаемся поразрабатывать пользовательский интерфейс с вами так, чтобы удовлетворить и понять ожидания заказчика, используя вот основные наши сенсоры, а не второстепенные. Для этого я в качестве примера долго думал, а какой бы взять этот пример. Нужно же что-то такое очень очевидное, какую-то задачу, у которой и домен был бы понятный, и проектировать не надо было долго. Я подумал и решил, что мы будем сегодня запись напрямую к врачу с вами проектировать. То есть представьте, что есть поликлиника, которой надо автоматизировать на сайте, сделать форму записи к врачу. У нас будет две команды, раз и два. Я чуть позже расскажу про правила. У одной команды акцент будет на то, чтобы исключить в принципе общение пациентов с персоналом, чтобы все можно было делать электронно, вообще все. А у вторых акцент будет на то, ну как вы знаете, если вдруг, не дай бог, заболели, вы первым делом идете к терапевту. И терапевт вас потом, а, вот окулист, он до восьми, иди как бы втыкайте в глаз вилку, и отправляйте тебя к окулисту. То есть на архитектурном языке терапевт такой роутер, который вас направляет куда-то. И это достаточно бесполезная роль, потому что часто люди почему-то думают, что они в принципе в состоянии сами определить себе диагноз, и идут уже к специалисту напрямую. Ну, наверняка все так делают. И вот у второй команды акцент будет на то, чтобы избежать общения с терапевтом. То есть вот надо будет придумать такой UI, который позволяет потенциальному пациенту определить заранее, ну каким-то образом, да, вот вам придется придумать, как определить, к какому специалисту идти. Значит, как все это будет выглядеть? То есть у нас есть бумага, у нас есть маркеры, ножницы, карандаши, куча всего. Мы будем рисовать вот такие штуки. Вот такие просто простейшие бумажные формочки. Вот как они есть на самом деле. Как вот вы представьте, что это экран компьютера, да, и вот что заказчик увидит в тот момент, когда будет этим пользоваться. Вот он такой как бы автоматизируемый. Значит, правила игры достаточно простые. Тут у меня две команды, да, у каждой по четыре стула стоят. Я просто взял парами, потому что в одиночку работать скучно, а вдвоем всегда веселее, можно поболтать, обсудить. Значит, у нас есть две группы игроков, соответственно, раз команда. Ну, две пары, да. Одна пара это будут выступать заказчики, вторая пара это, собственно, исполнители, те, кто будут рисовать. Значит, какие правила игры? Они достаточно простые. Не более пяти минут. Вот пять минут это, что называется, из практики. Вот мы тратим там, когда мы с клиентами, например, мы недавно, у меня была командировка в Лондон, и мы достаточно большому, большой финансовой компанией проектировали портал. Вот мы такой штукой за два часа нам удалось спроектировать достаточно большую часть этого портала, просто нарисовав его, и заказчик смог понять, что мы понимаем то, что ему надо, и мы, как компания, смогли понять все задачи, тонкости, которые мы до этого не понимали, и это нам очень помогло. И пять минут в реальной работе, это действительно такой потолок, дальше которого уже заказчик, который будет сидеть, он заскучает и захочет какого-то развития, какой-то динамики. Сейчас, может быть, сократим чуть-чуть, до двух минут, посмотрим, как пойдет. И пока одна часть команды делает какое-то действие, вторая часть команды молчит. То есть это не фулл дублекс, это в одну сторону. То есть сначала, вот у нас первый шаг. Заказчик садится, ну сначала тут два заказчика, они посовещаются, примерно придумают концепцию, vision своего продукта. Потом они объясняют в целом, что они хотят, как они себе видят, в чем эта концепция. Исполнитель при этом просто слушает, ничего не делает. Вот на это дается какое-то время. Предположим, будем по две минутки брать, чтобы уложиться, иначе будем здесь достаточно долго сидеть. Второй шаг. Исполнитель у нас рисует, заказчик при этом либо наблюдает, но никак не комментирует, ничего вообще, потому что там неизвестно же, то есть почему как бы важно, чтобы всегда один молчал, а второй только один работал. Потому что это позволяет вам четче формулировать свои мысли, чтобы не возникало никакого диалога. Потому что тогда и исполнитель будет продумывать заранее возможные потенциальные ходы. И он будет проектировать такой интерфейс, который на третьем шаге заказчикам будет интуитивно восприниматься. Понятно, что можно написать любое чудовище, нарисовать любое чудовище визуально. И если пальцем протыкать и показать, вот жми сюда, потом жми сюда, то, конечно, будет понятно. Но задача-то в том, чтобы человек, заказчик в данном случае, просто смотря на листик, смог сам догадаться, что куда, где надо нажать и какой результат он получит. То есть на третьем шаге вы переворачиваете результат того, что вы нарисовали, отдаете его заказчику, заказчик начинает постепенно вот так вот пальчиком тыкать и говорить, я здесь на этой картинке вижу, вот да, там список поликлиник, список врачей, там время, еще что-то, ну придумайте уже по ходу. При этом он выдает какие-то комментарии либо какие-то дополнительные вопросы, которые автоматически переводят нас либо в первый, либо сразу во второй шаг. То есть когда уже не надо ничего объяснять, и исполнитель сразу понимает, что да, вот надо рисовать уже дальше, вот у нас следующий этап. Я предлагаю попробовать, кто готов от лица заказчика выступать. Мне нужны какие-нибудь там project менеджеры. Выходи. Привет. Как тебя зовут? Четыре. Андрей. Давайте, ребят, нужно еще трое. Так, так. Отлично. Тебя как зовут? Артем. Ярослав. Аня. Очень приятно. Ребят, теперь разбейтесь на команды на две, как хотите. Вот отлично. Да, хорошо. Теперь, значит, у нас есть заказчики. Заказчики могут начать между собой обсуждать концепцию продукта вот в том виде, в котором я ее уже объяснил. У вас акцент на то, чтобы исключить общение с персоналом в принципе, потому что, ну там грубо, то есть понятно, что эти две идеи можно объединить, сделать все, чтобы было удобно и красиво и меньше шагов, но иначе мы будем долго сидеть. А у вас акцент на том, чтобы к терапевту не ходить. Ну, то есть там всякие предварительные диагнозы, какие-то там анализы, не знаю, там подумайте. Нет, ваша задача наоборот. У них просто нужно проскипать один шаг. То есть почему? Потому что им потребуется, грубо говоря, создавать опросник по болезням, по симптомам. Вот это немножко специфический может быть интерфейс. А вам надо полный цикл охватить, наоборот. То есть они, грубо говоря, в глубину идут, а вы идете в ширину. То есть вы охватываете полный спектр от того, что вот я открываю сайт, я могу понять, кто здесь вообще работает, когда работает, когда я могу записаться, к кому, да, там, потом посмотреть, там, какие-то, может, нотификации куда-то там получить. Это одна больница или это какой-то там портал? Одна больница. Пусть будет одна больница. Не будем усложнять. Одна больница. Так. А теперь исполнители. Мне нужны… Заказчик ничего не рисует, если я правильно понимаю. Заказчик ничего не рисует, заказчик пальцем тыкает только, и все, больше ничего не делает. Да, ребят, давайте выходите. Вас много очень желающих. На самом деле можно втроем, можно стул еще просто подставить, это никак не возбраняется. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Роман. Соответственно, будем ладить сейчас. Я все равно не запомню, как все их зовут. Меня Сергей. У нас Сергей Роман, исполнитель. И здесь ребята тоже. Привет. Алексей. Алиса. Здорово. Так. Дедлайны, да. Значит, начинается… Сейчас делаем первый шаг. Диалог заказчика с исполнителем. Заказчик объясняет исполнителю концепцию того, что он хочет и как он хочет, чтобы это было сделано, не используя никаких визуальных образов, никаких контролов. То есть нельзя сказать, я хочу контрол, у которого будет посередине большая красная кнопка. Так говорить нельзя. Нужно говорить в терминах действий и желаний пользователя. То есть вас конкретно. Раз, два, две минуты сейчас будет. Потом, если надо, будет увеличим. Поехали. Думайте о том, что объем той функциональности, которую вы сейчас объясните вашему исполнителю, он должен успеть нарисовать за следующие две минуты. Если он не успеет нарисовать, придется следующий ход брать. А исполнители могут записывать, да, заказчикам? Могут записывать и, конечно, не… Тут у нас абсолютная свобода действий. Важно в том, что потом они будут только между собой общаться и попытаются создать нечто, что должно быть понятно, интуитивно пользователю, то бишь заказчику. У нас здесь заказчик и пользователь, будем считать, что это одно и то же лицо. Хотя обычно они разные. Да, пять минут действительно многовато было. Переключаемся. Вот ребята делают хорошо и отходят в сторону. Могут продолжить обсуждение. Напоминаю, исполнители должны на своих листочках просто рисовать как бы экраны. Вот то, что видит пользователь, когда он будет пользоваться вашим приложением. Не надо каких-то концепций, блок-схем рисовать. Это UI мы рисуем. Мы просто оперируем сейчас в терминах контролов. Мы их рисуем на бумажке. Можно пользоваться ножницами, вырезать дропдауны. Можно вырезать какие-то табы, если они нужны. Делать там цветовые закладки. Как угодно. Тут полная свобода творчества. Мне даже самому интересно, что они такого придумают. Что? Ну вот это не пользовательский интерфейс. То, что вы видите сейчас на экране. То есть если это пользовательский интерфейс, то я не знаю, как им пользоваться. И куда нажимать. Да, таки да. Я уже без терапевта знаю, куда мне идти. Ребята, 30 секунд осталось. Ну как я вижу, у левой команды, надо было название придумать. Вот, ребят, у вас пока что… Что это? Слушайте, практика показывает, что на рисование надо давать еще чуть-чуть больше времени. Давайте 3 минуты будем рисовать, потому что иначе просто вы не успеваете это делать. Так, а что у нас вторая команда тут рисует? Хорошо. Я даже… Вот я не заказчик, но могу догадаться, что тут имеется в виду. Вот, то есть вы серьезно, да, предполагаете, что вот… Ну ладно. То есть я открываю браузер и вижу там вот это. Я такой думаю, это, наверное, какой-то курс по UML диаграммам, наверное, что… О, серьезно, что ли? Офигеть! 5 секунд! 4, 3, 2, 1. Переключились. Теперь делаем так. Результат работы наших рисовальщиков мы показываем заказчику. Разворачивайте, разворачивайте, разворачивайте. Давайте сделаем сейчас паузу чуть-чуть, я объясню, что дальше будем делать. Значит, ребят, как бы теперь вот важный тоже момент. Сейчас исполнитель никак не комментирует действия заказчика. Вот никак. Да, вы молчите, потому что заказчик… Вот результат вашей работы для заказчика должен быть интуитивно понятен. Вы должны были нарисовать для него такой визуальный образ, которым он может пользоваться без вас. То есть представляем, что… Вот мне нравятся эти картинки. Представляем, что… Да, класс. Хорошо, ну давайте тогда, заказчики, начинайте пользоваться продуктом. У вас две минуты, время пошло. Да, давайте, да, конечно. Так, у нас получается есть блок-схема человека. Так, если я кликаю ему на голову… Да, у него, например, там голова болит, там, бас у меня там. Потом тут вопрос, да, вот выскакивает там. Например, какие-то симптомы вы имели в виду? Как часто, там, повторение, там, повторение, все дела. Это, видать, опросик, да, он создает такой визуальный. Так. То есть на самом деле это визуальный опросник. Вместо того, чтобы задавать кучу разных вопросов, можно просто покликать, поставить красные крестики, чего болит, и появится какой-то поп-ап, как часто проявление в день. Ну окей. А что будет, если кликнуть сюда, интересно? Повторяется в день. Ну, это, наверное, прошел опросник. Потом я не понял. Вы можете делать действия, а команда исполнителей подставляет вам в этот момент другие экраны. Ну, это я так понял, какой-то второй шаг, потому что нам поставили это как второй листик. Я вот что-то тут не понял. Время, ну и что? Так, погоди, должен быть сначала диагноз, там, список врачей каких-то. А вот после того, как я выберу, то… Здесь ребята пошли по пути опросника. То есть сначала ты заполняешь опросник, потом выбираешь время, и потом тебя там, те дают… Дайте мне посмотреть на третий экран, и потом тебе дают выбрать, то есть к какому врачу ты можешь пойти, если у тебя есть альтернатива, отправить там приглашение на почту, распечатать и так далее и тому подобное. Я все-таки считаю, что не нужен опросник. То есть изначальная идея была в том, что мы хотим увидеть информацию, что предоставляется, какие продукты предоставляет наша клиника. То есть я вот сейчас зашел на главный экран, я может просто хочу заказать себе стандартное обследование, у меня ничего не болит. Или не знаю, что еще можно заказать в клинике. 10 секунд. Что я бы хотел увидеть? Ребят, время закончилось. Давайте теперь по факту команда исполнителей получила фидбэк вербальный. И невербальный, может быть, в каких-то случаях. Легкий пендаль, да, и замену исполнителя. От заказчика. К счастью, это произошло очень быстро и пендель не болезненный. Если бы это произошло спустя 2 недели работы исполнителя, и заказчик был бы точно так же разочарован, как он был разочарован сейчас, а мне кажется, он был разочарован, то последствия были бы совсем другие. Значит, команда исполнителей делает выводы из того, что только что услышала и поняла, и может полностью выкинуть то, что они сделали до этого, никак не возбраняется. И у вас есть следующие 3 минуты для того, чтобы нарисовать следующую версию. Поехали. Спасибо. Спасибо. Я прихожу, я могу понять, как мы сомневаемся, я знаю, кому вы найдете. Ну, клиентом я хочу поднять, когда вы найдете. Каких кабинетов? Это то, что я еще на туре, куда у тебя есть список крачей. Какие просто кнопки «Поставьте мне диагноз». В каких кабинетах? Запишите меня, например, у вас приедет. Я там такой-то такой. Тогда еще по какой-то причине он хочет прийти. Ага, осмотр. Вот реально… Нет, он знает, он знает. Пациент уже знает. Полезно использовать циферки для обозначения экранов и переходов. Вы тогда будете запоминать, куда вы переходите. Например, у вас есть кнопочка, вы подписываете ее циферкой 1. И у вас есть экран, на котором тоже написано 1. И, соответственно, вы понимаете, что в тот момент, когда ваш пользователь будет нажимать на эту кнопку, то вы подложите ему другой листочек с номером 1. Ну как успехи? Команда 2. Одна, одна. Одна поликлиника одна. Очень много. Вы хотите только такой оформление. Типой симптома. Керопет Артурк? Керопет Артурк? Керопет Артурк. Керопет Артурк. Акулистер – хирург. Троматолог. Троматолог. Все, три минуты прошли. Исполнители, заканчивайте свою работу, передавайте результат заказчику. Что-то, ребята, у вас лофтовера в конце спинта. А где микрофон мой первый, который был? Я хочу вас забрать и им отдать. Теперь мы другую команду послушаем. Что там происходит? Рассказывайте, что у вас. Что вы видите на картинке. Если видишь на картинке. Первое, что мы потребовали свою программу в шагах. В принципе, они это и выполнили. Вот что мы первое видим. Это регистрация, окно регистрации, где у нас есть имя, фамилия, имя, отчество, номер телефона, имейл, адрес. Дальше мы загружаем фотографию и нажимаем кнопку отправить, чтобы, ну, это и одно и то же с регистрацией. Далее. У нас выскакивает окно, спасибо за регистрацию. Далее. У нас уже идет более подробное описание симптомов. То есть приблизительные симптомы. Далее происходит у нас онлайн-консультация. Ну, да, выбрали, допустим, боль в горле. Нажимаем боль в горле. Вот я как пользователь, так все, щелк, и что происходит? Что-то еще не происходит. У нас дальше появляется онлайн-консультант уже непосредственно. А, онлайн-консультант, вылезает в чат. Хорошо. Все, мы с ним попереписывались, да. И он нам отправляет на имейл с направлением. Да, ну вот, создает направление. И нам высылается на email адрес. А зачем мне с ним переписываться? Я могу просто создать направление и все. Не, оно, не, по идее, должен был тогда врач это создать. Терапевт, да. То есть у вас такой электронный терапевт получился? Ставим чат-бота. Ну, да, 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 ставите чат-бота. Вспоминается сайт, так пожаловаться называется. Ты мой бедный зайчик, да? Хорошо, ну, уже неплохо на самом деле, но как-то… Это все очень мало времени у нас было, поэтому… Да, понятно, что мало времени. Ребят, как у вас дела обстоят? И у нас направление высылается на email потом. На email? Email у нас, к сожалению, не входит в список транспорта в коммуникацию с клиентом в этой задаче. Ребят, как у вас дела? Отлично. Лучше, чем до этого было? Они вас поняли? Да, уже получше, уже тут меньше геморроя, как говорится. Меньше геморроя? Да. Нам пока нравится. Геморроем страдает 80% населения, между прочим, чтобы вы знали. Так, ну давайте еще минутку. Да, да, смотри. И будем переключаться, наверное, сделаем последнюю итерацию. И потом, да, списочек врачей тут должен быть. Там, взошел, там, такие-то, такие врачи. Начали появляться уже несколько форм. Последний экран, там, причина, причина посещения. А вдруг врач посмотрит, так тебе надо не к нему, там, тебе надо другому вручу, например. Вот. Я считаю, что это как бы необходимая заметка. Это будет переключаться. Да, да. Да. Причина, причина посещения. Чтобы врач приготовился. Да, вдруг он там уже готовит, там… Сейчас загадчики могут сформулировать уже какой-то следующий шаг. Как будет это посещение, там, например, вдруг он говорит, да, я с этим сталкивался, там. Это надо вот это, вот это принять. А потом уже приходи, как примешь вот эти, например, лекарства. Вот. Так пойдет и купит. Давайте сделаем последнюю итерацию исполнителей. Вы хотите еще потыкать? Мы хотим сделать еще одну итерацию исполнителя, последнюю. И потом вы уже скажете, как заказчики, о том, насколько вы довольны результатом того, что получилось. Давайте, ребята, исполнители, рисуем последнюю фазу. Все, приятно. То есть, ребята, мы еще хотим. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы это были вот этот скин остался, но это были не конкретные врачи, а это были отделения. Второе. Я хочу, чтобы… То есть, после того, как я выбрал отделение, то есть я хочу видеть этот скрин, на котором будет дропдаун с врачами, чтобы я мог выбрать, к какому специалисту я хочу пойти. И чтобы при этом, когда меняется дропдаун, чтобы я видел в календаре, когда он занят, когда он свободен. После того, как я выберу время, которое мне будет удобно для приема, я хочу, чтобы появилась контактная форма, в которой я заполню свое фамилии, ну, контактные данные и небольшое поле для ввода, то есть, чтобы я написал, что меня беспокоит. Возможно, там врачу нужно будет как-то подготовиться к этому кошмару. Всего спасибо. Я думаю, наверное, от нас все фидбэк. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Проблема в том, что заказчики сами до конца не сошлись во мнении, как должно быть... Продолжение следует... 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 Вот надо стараться заказчику оперировать в терминах потребностей пользователя, его задач. Тогда можно предложить эффективное для данного конкретного случая решение. Окей, да. Давайте дальше быстренько проскочим, потому что время летит очень быстро. У нас есть, судя по всему, выпадающие списки со списком врачей, когда мы кликаем на отделение. Тут непонятно, зачем кнопка далее, потому что если мы нажмем на уже, скажем, врачей, которые у нас будут выпадающие в списке отделения, зачем тут кнопка далее? Мы так подозреваем, если он нажмет на хирурга, например, то будет следующая страница списка врачей. Ну, ошибся, там есть кнопка обратно, и он возвращается на главный. Не, это уже юзабилити. Давай дальше идем по скринам. Давайте, да, побыстрее. Следуем в легенде. В темпе вальсу. Так, следующий скрин. У нас есть два поля для ввода жалобы. Два поля для ввода. Зачем два? Это жалобы. Это просто список моих жалоб. Окей, жалобы. Но если бы здесь был нарисован, например, плюсик вот так вот, да, то я бы мог понять, что, да, это какой-то растущий в ней список, что можно добавлять еще. Окей. Так, дальше мы видим форму контактных данных. Какие-то поля для ввода, наверное, только личных данных. И QR-код. А зачем QR-код нужен? Зачем QR-код? Это в результате бронирования. А, результат бронирования. Ну, хорошо. Ну, я думаю, да, QR-код вообще лишний, потому что в больнице больше сейчас ходят пенсионеры. Они даже понятия не имеют, что это такое. Окей, окей, ребят. Ну, не знаю лично, я таких знакомых не имею. Понятно. Давайте, уже время у нас заканчивается, к сожалению. Давайте попросим вторую команду. Это мы перешли, я так понимаю, на список врачей, да, вот мы нажали на хирургов, и тут мы смотрим, какие хирурги, да. А здесь список врачей и календарь. Так я понял, это первая страница, это списки врачей или что это? Вот кто такой? Вася, Петя, Машер, кто это такие? А, это врачи, правильно, да. Ага, это мы нажимаем, да? То есть вот вы же нажимаете, выпадает такой списочек, вы здесь выбираете, и выпадает его календарь. Ну, вполне интуитивно, на мой взгляд. Хорошо. Прекрасно. Вот Фио, описание врача, это когда я его выбрал, тут уже его описание, да? Кто он такой, чем занимался? Это что такое? Месяц, год, это который сейчас или что? Календарь. Вы можете занять для того, чтобы пройти календарь. На следующий год? Нет, ну, на. Ребят, давайте дадим слово уже второй команде. Подходите сюда, пожалуйста. Можно быстрый один вопрос. Первый скрин, то есть что это все-таки за дропдаун? Здесь это просто информация, не было требований, чтобы этих врачей можно было выбирать. Ваше требование было список отделений, список врачей, которые доступны. Здесь нет требований, а выбор в начале действия. Здесь человек однокаментный, что в этом отделении работают три врача, с каким-то результатом. Наше требование было, что они нажимают на отделение и выскакивают, какие врачи есть в данном отделении после того. Все, спасибо вам, первая команда. Вставайте, выходите сюда. Все, спасибо, ребят. Реализация на 90% то, что мы хотели. У нас есть сайт, на котором можно, минуя живого терапевта, с помощью онлайн-терапевта зарегистрироваться, записаться на прием к врачу, который тебе подходит по твоим симптомам. Так видно? А, вот так, да, ой, извините. Вот, все. Так, что получилось? Итак, нам, наша первая страница главная, это страница регистрации. Мы можем загрузить свою фотографию. Вот я загрузила свою фотографию. Я заполняю фамилию, имя, отчество, номер телефона, имейл и домашний адрес. И нажимаю кнопку отправить. После этого я переадресовываюсь на следующую страницу, которая подтверждает мою регистрацию. Я нажимаю далее. И вот, собственно, страница, да, на которой я должна выбрать свой симптом, что у меня болит. Если у меня там что-то определенное болит, я могу там выбрать, например, боль в горле, там, что там, голова. Либо, если у меня болит все, или я не знаю, что у меня болит, я нажимаю другое. Здесь постоянно находится, если здесь ничего не выбрано, находится список врачей, которые принимают данные о них и время приема, чтобы я более-менее ориентировалась. Если я выбираю что-то конкретное, то остается список врачей, которые по моей проблеме. Вот я выбрала, например, боль в горле. И тут врачи, которые, как они там, лоры. Вот список их всех. Вот. И здесь я могу посмотреть и решить, к какому я врачу хочу записаться. Если у меня есть вопросы, вот наш онлайн-терапевт, онлайн-консультант, и он же, как бы, отвечает за запись. Либо я ему что-то задаю, свои вопросы по самочувствию, либо я уже решила, к какому я хочу врачу. Я его выбираю и уточняю время, свободно ли у него там. Хочу я к нему завтра, например, в 3 часа, вот к этому. Там, Иванов Юрий Иванович. Вот. И если у него свободно это время, то наш онлайн-консультант, терапевт записывает меня. Либо если у меня есть вопросы по моему плохому самочувствию, рассказываю ему. И он мне говорит, к какому мне врачу лучше пойти, если я не уверена. Вот. И далее после того, как закончен чат, он меня автоматически перенаправляет. Вот тут на страницу терапевт составляет вот мою справку, на которой вот мои данные и дата и время приема. Вот. Я ее могу себе распечатать, могу вот QR-сканер себе ее отсканировать и прийти с ней в поликлинику. QR-код, ну ничего, модный. Да, модный стиль, ну молодец. Спасибо второй команде. Мой, наверное, самый главный вывод, это если я понял, чего я хочу, это не значит, что исполнители поняли, чего я хочу. Да, я думаю, что для таких мероприятий нужно больше времени сначала встречать с исполнителями, чтобы они нашли общую середину, а потом встречаться с заказчиками, чтобы исполнители понимали, что они хотят вместе от заказчика. То есть у нас получились несогласованные исполнители, да? Ну просто мы собирали уже из зала, обычно это команда, которая приезжает вместе. Хотя бывает, что и они несогласованные. Project менеджеры не зря едят свой хлеб, потому что именно они должны нести свою… То, что они услышали от клиента… Product owner, да, да, да. Данная методика, по моему мнению, дистанционно не сработает. Она и никогда не работает дистанционно. Это исключительно личное присутствие, исключительно интерактивное общение face-to-face. Никак иначе это не работает. И нужно стараться стремиться к максимальной простоте выражения своих мыслей, фиксирования их. И чтобы было понятнее друг друга. Дальше. Ну, мой вывод такой, что визуальный образ гораздо легче воспринять, понять, что ты объяснил не так исполнителю, и сформулировать свою мысль так, чтобы он переделал, а потом снова можно потрогать полуготовый бумажный продукт. А мне понравилось. Суть в чем, что единственная у нас как бы несогласованность в том, что как бы заказчик должен не совсем понимать. А так как мы немного хоть понимаем, что мы хотим, вернее мы имеем опыт работы с компьютером хоть какой-то, мы уже объяснили, что нам нужно по шагам там нашу процедуру все выполнить. Поэтому все в принципе выполнено, мне кажется, на хорошо. На 3-4 вентимбальной системе. Спасибо. Ты прав. Домен. Заказчик должен лучше знать домен, именно ту предметную область, которую он хочет объяснить, и меньше знать особенности реализации. А вы знаете особенности реализации. Я думаю, очень крутая технология, методология. После третьей, четвертой итерации сразу обоим сторонам становится понятно, чего они хотят. И потратили мы с вами минут 15 на это. Да. Ну, то есть сначала было непонятно, на первой, второй итерации были какие-то разногласия, заказчику не нравилось, но дальше все было больше. Хорошо. Еще, ребят. Ну, нужно уметь слушать и нужно уметь выражать свою мысль. Это по жизни полезно. То есть заказчики должны понимать, что они конкретно, допустим, хотят, хотя бы согласовать, что они хотят. И уже исполнители должны внимательно выслушать и понять, что от них хотят. Я считаю, хорошие ролевые игры для концентрации на функционале, а не на свистоперделках, извините. Это, кстати, отличный поинт. Потому что вы делаете то, что нужно заказчику, а не рюшечки рисуете в UI. Я думаю, что основной момент такой, что заказчик должен, по крайней мере, подавать информацию так, чтобы она не могла интерпретироваться другими этими. Другими этими? Ну, разными вариантами. То есть, в принципе, я так понимаю, что заказчику нужно это делать, так как он понимает, и как можно проще. А человек, который принимает задания, должен пытаться это… То есть они должны прийти к общему знаменателю. Здесь вот этот самый главный момент. Задача заказчика – не сваливаться в особенности реализации, не стараться за исполнителя придумать реализацию, а выражать ожидаемое поведение пользователя или системы от пользователя. И последний. Методика отличная, очень рабочая. От себя, наверное, если бы я ее использовал, заготовил бы какие-то примитивные контролы заранее навстречу с заказчиком. Ну, типа кнопочки. И такие даже есть. Погуглите paper prototyping, как можно на Амазоне заказать. Как бальзамик или что-то подобное. Ну и второе замечание, что заказчики, они выражают свое желание, а не то, не думая о пользователях. Вот это сегодня опять как бы было. То есть у нас заказчик не совсем пользователь, да? Да, да. Он хочет… Он хочет… Мы делаем продукт для заказчика, но не для пользователя. Это большая ошибка, как по мне. Да, согласен. Поэтому идеально, когда у вас есть возможность интервьюировать пользователя. А заказчик – это тот, кто деньги вам принесет. А можно насчет прототапина? Вот, Рома, тут в принципе хорошая мысль, что нужно идти с готовыми контролами. И существуют в принципе системы протопирования, которые позволяют в принципе легким движением руки накидать в принципе любой интерфейс. То же самое… Бальзамик, Акшур, Акшур, которому прекрасно можно скинуть. Сейчас я расскажу. Буквально тут три минутки и подведем итоги. Я как раз эти технологии затрону. Спасибо, ребят. Была такая мысль только что прозвучала, что должен участвовать так же, как обычный пользователь. В нашей задаче получилось так, как и требовалось. Мы же не доктора, допустим, у тех, кто были заказчиками, поэтому… Потенциальные пациенты, да, правильно. Поэтому вышло все очень даже неплохо. Да, отлично. Спасибо. Садитесь. Спасибо. Первое, самое важное, что у нас есть очень быстрые операции, которые корректируют наше движение. Это вот как agile прекрасная штука в том, чтобы не уехать в стену на нашем велосипеде разработки, так и это. Но здесь у вас существенно тоньше настройка. Вы за какие-то минуты, буквально за час, вы можете найти с заказчиком очень быстро общий язык. Это предельно дешево. Исключаем стоимость командировки для того, чтобы оказаться рядом с заказчиком. Это всегда полезно. Как говорится, let them feel loved. Вам надо обязательно съездить и сделать так, чтобы они почувствовали, что вы их любите. Это разные аспекты, но все равно конкретно эта методика требует минимум средств. Вообще просто никаких. У вас есть гигантская свобода творчества, потому что вы можете нарисовать то, что может быть даже и нет в современных технологиях, и потом уже под это придумывать какие-то технологии, если они нужны, если они действительно пользователю нравятся. Так или иначе, здесь очень хорошая командная работа. Заказчик чувствует, что вы вовлечены в процесс, вы чувствуете, что заказчик вовлечен в процесс. Между собой исполнители согласуются и лучше работают. Это очень полезно именно для команды. Научиться этому практически ничего не стоит. Вы все умеете рисовать. Абсолютно все. То, насколько вы все умеете рисовать, достаточно для того, чтобы нарисовать понятные макеты. И самое главное, что если вот это все взять, сфотографировать и поместить там в какой-то тот же конфлюенс, то это будет просто документация, она останется там надолго. Вы потом возьмете и аккуратненько перерисуете это либо в том же каком-нибудь инструменте автоматического динамического прототипирования, либо в бальзамике, если хотите, либо уже форма какие-то накидаете. Но у вас будет документация. Вы всегда сможете к ней вернуться. У вас тут миллион заметок на полях. Возьмите смартфон, сфотографируйте. Вот вам готовая документация. Безусловно, у любой концепции всегда есть недостатки. И здесь тоже их, к счастью, немного. У вас, когда человек пользуется интерфейсом каким-то, он обычно ведет себя интуитивно и старается нажимать то, что ему кажется понятным. Здесь все-таки какой-то диалог присутствует и настоящих интуитивных реакций пользователя вам добиваться не удается. Все-таки там какая-то симуляция происходит. Из-за толстого маркера и ограниченности листа все-таки неточное представление. И если вам нужно какое-то там, не знаю, если вы проектируете систему какого-нибудь када или что-то другого, где нужна точность линий и так далее, то они ее забилить интерфейса, то это вам не подойдет. Вам нужно точное графическое представление. И важно понимать, что это всего лишь первый шаг. Это первый шаг в понимании вами, заказчика. Если вы его хорошо будете понимать, то дальше все равно следующие шаги придется делать. От этого никуда не уйти. Это никак не отменяет старых прототипов, которые вы до этого рисовали, каких-то вайрфреймов, которые вы делали. Это просто очень быстрый способ, как более-менее в правильном направлении собрать заказчика те требования, которые он выдвигает к продукту. Немножко про мифы поговорим. Тут звучало пара таких сомнений. Первый миф – я не умею хорошо рисовать. Как вы сами поняли, это не имеет никакого значения. Это совершенно неважно. Проволочные макеты тоже самое. Приводился пример бальзамика и акшура. Нет, это не то же самое, потому что вы не можете за две минуты в бальзамике нарисовать то, что вы можете нарисовать маркером. Это совершенно невозможно. Если кто-то может нарисовать то же самое за это время, которое вы тут сидели, поднимите руку. Состояние… Я пользовался бальзамиками, знаю, что это такое. Но как вы будете в интерфейере, в мониторку? Да, да. Потому что обычно, вот как у нас все это проходит в дата арте, мы приезжаем к заказчику, говорим, уважаемые, вот такая концепция, да, вы нам присылали такие-то документы, вот мы так-то их поняли, а давайте порисуем. А давайте попытаемся понять, что вы хотели-то на самом деле. Мы, конечно, почитали, пока к вам летели. А что на самом-то деле? И садимся и рисуем. У нас нет возможности там комп какой-то поставить, где-то тут рисовать, тем более, что я там архитектор, или там PM, руководитель проекта. Ну, обычно мы не специалисты, вот конкретно в юзабилите. Можем привести юзабилити инженера с собой, но не факт, что он будет хорошо разбираться и быстро сможет рисовать, а еще при этом и по-английски разговаривать. То есть там много подводных камней. В общем, подводный вайрфрейм – это не то же самое. Это следующий шаг. То же самое про видео. Ну, с видео совсем сложно. Там огромный монстр. Еще есть вариант. Некоторые думают, что можно рисовать на доске. Вот с доской проблема такая, что у нее нет интерактивности. Вы не можете взять одну доску, подложить другую доску, еще третью доску. У вас нет такой возможности там. То есть вы можете, конечно, стикеры какие-то клеить, но это все равно получится рисование на бумаге. Поэтому, чтобы стоять у доски, проще это все делать за столом, сидя напротив друг друга. Некоторые считают, что поведение с пользователями, пользователя с прототипами другое, не такое, как с обычными, с вашими, с той программой, которую вы напишите. Но на самом деле, вот из моего опыта получается так, что все равно вот те же пальцы, те же мышки, все то же самое кликается. И если стараться следовать практике и не разговаривать в процессе демонстрации, то это очень хорошо позволяет симулировать поведение пользователя. Как бы оно выглядело? Ну да, оно выглядит не очень профессионально, но зато это очень хороший сдвиг вперед. Вперед от того, где мы находились с точки зрения понимания результата, понимания потребностей. Ну то, что невозможно прототипировать интерактив, вы сами смогли это в обратном убедиться, можно взять просто в процессе, подкладывать новые бумажки, подклеивать что-то там, разворачивать. Поищите ролики есть на YouTube, совершенно шикарные. Люди там таким занимаются, склеивают чудеса. Достаточно быстро. Всем спасибо. Если есть вопросы, задавай. Вы говорили, что разные типы людей есть. И бывает такое, что клиент, в частности заказчик, с которым вы общаетесь, он визуал. И человек любит самостоятельно рисовать вот такие вот диаграммки. Как вы с ними работаете? Визуал и самостоятельное рисование – это несвязанные вещи. И тем не менее, вот если человек сам вам навязывает какие-то вот интерактивные штучки, сам пытается вам в фреймах тулить, что вы с ним делаете? Как вы с этим работаете? Можно поспорить юзабилити. То есть если у него есть опыт юзабилити, мы с удовольствием его выслушаем. Обычно такое бывает. И бывает не только именно в проектировании пользовательского интерфейса. Бывает, что приходит человек, и он думает, что знает, как разрабатывать интерфайз-системы, и знает, что такое правильный, не знаю, мессенджинг архитектуры, и будет меня учить, что такое микросервисы. Вот. В такой ситуации есть… Обычно вступает в ход просто стандартный, высокотехнологичный разговор о том, а вот это что такое, а вот это зачем. И человек понимает, что там твой уровень квалификации на три порядка выше, чем у него. И все, дальше уже разговора нет. То есть он уступает вам пальму первенства. Пожалуйста, рисуйте дальше. Задавить интеллектом. Да, совершенно верно. Ну, можно по-старому. Пишите ему документы, рассказывайте ему по скайпу. Никто же, тут же свобода творчества. Еще. Как долго вы используете? Хорошо. Ну, как долго? Это такая штука, которая обычно используется эпизодически на этапе старта проекта. То есть у нас есть какая-то discovery фаза, нам надо съездить, разобраться, понять, что вообще происходит и что надо от этого продукта и запустить каким-то образом продукт. Потому что вот эта штука, на самом деле, еще в эстимации хорошо помогает, потому что мы так примерно видим объем функциональности, который надо сделать. Ну, вот я где-то последние пять лет использую за эту штуку. Где-то, да, по-моему, первый раз я про нее слышал на Agile Days, я ездил в Москве, это был где-то 2011, наверное, год. С тех пор эпизодически использую, когда стартую проекты новые. У меня уже есть чашка, я одну, вторую уже выиграю, но мне третья не нужна. Хорошо. У меня один вопрос. А я ей не дам. Что за? А я ей не дам. Мне нужен только ответ, насколько такой подход в процессе разработки для разработчиков исчерпывающий. То есть вот, например, когда у нас в компании есть какие-то моменты разработки проекта, возникает после всех документаций, после разговоров с заказчиком, после скайпов и прочих контактов, и гоутомитингов, и переписки с заказчиками, все равно возникают какие-то вопросы, а вот как вот это и вот это в описании реализовать. Насколько вот таких вот вещей не присутствует именно в вашем подходе? И насколько срок выполняется проект именно вот с таким подходом? Спасибо. Да никак это не зависит от срока. Там, точнее, срок никак не зависит от… Существует, может, миллиард других причин, по которым проект может затормозиться, и это нет никакой статистики, которая позволяет сейчас оценить, насколько это спасает. Это такой механизм грубого прицеливания. То есть это не что-то, если вот противник там, не надо стрелить туда. Это не отменяет никаких последующих шагов, не отменяет никаких более точных прототипов, не отменяет итерационные модели разработки. Это ничего не отменяет. Просто вы начинаете с первого дня двигаться в правильном направлении, а не в обратном. Ну, соответственно, пока будете разворачиваться, вот и считайте, сколько вам времени. Ну, на мой взгляд, вот те сессии, которые мы проводили, позволяли там discovery фазу на месяц, грубо говоря, сократить, чтобы не писать никаких ненужных прототипов никому. Давайте, мне кажется, уже буквально последний вопрос. Можно вопросик? Я правильно понимаю, что вы крадете хлеб у UX дизайнеров или UX проектирование – это отдельная итерация разработки? UX проектирование – это оно и есть. Вот исполнители – это и есть UX дизайнеры. Это они рисуют. Исполнители – это UX дизайнеры. Они будут рисовать. Это просто такая схема их работы. Никто за них… Разработчики не будут за них это рисовать. Нет. Я поэтому и говорил, что заказчик не навязывает специалисту юзабилити, потому что с той стороны именно специалист по юзабилити интерфейсам. Это именно UX дизайнер. Сейчас суперпоследний вопрос. Мы ему хлеб просто с маслом даем сразу. А у меня вопрос. Вы сказали эпизодически используете. То есть не всегда. А можно вывести… Проекты стартуют эпизодически. Вот точно так же эпизодически. Вы бы во всех своих проектах используете эту… Ну, так скажем. Вот у нас последний проект большей частью это такой некоторый API. То есть такая высокотехнологическая high performance trading платформа, в которой нет UI. Зачем мне там? Что мне там рисовать? Там нечего рисовать. Хотя мы там тоже рисовали. Все-таки там у нас есть менеджмент портал. Мы у него чуть-чуть порисовали. Спасибо.